Виктор Стельмах Уже в одиннадцатом поколении В Opel считают, что эти автомобили Вот они какие красавцы Вот, что эти автомобили Ведут свою родословную от Opel Kadett Которой выпустили в 1936 году То есть в следующем году Можно сказать, что Модели Opel Astra, Opel Kadett Будет уже 80 лет У нас в Украине Opel Astra И Opel Kadett Тоже пользуются большой популярностью И если вы посмотрите На Deo Nexia То это старенький Opel Kadett Переделанный А в Украине Opel Astra пользовалась большой популярностью Когда ее делали На заводе в Запорожье Она называлась Opel Astra Classic И эти седанчики До сих пор бегают По нашим дорогам Мы будем кататься 3 дня На Opel На новой Opel Astra 11-го поколения И естественно Я расскажу вам Все, что я думаю Об этом Новом автомобиле В Opel считают Что этот автомобиль Это квантовый рывок Компании В классе хэтчбеков С-класса Ну, посмотрим Действительно ли это рывок Ну вот Я уже сижу в новом Opel Astra 11-го поколения И сейчас мы поедем По маршруту Рулевая колонка Регулируется здесь По высоте И по вылету Это уже приятно Пластик в салоне На приборной панели Мягкий Очень качественный На подоконниках Дверей тоже А вот сзади Насколько я помню Да, сзади Пластик Жесткий Но Такая сегодня Мода И мы сейчас Поедем По маршруту И я вам буду Рассказывать Вот наш Парковочный талон Новый Из парковки Из аэропорта Ну что Поехали Первая Astra Которая нам попалась Для езды Это Astra С трехцилиндровым Мотором Литровым Мощностью 115 105 лошадиных сил И механической Пятиступенчатой Коробкой передач Я скажу честно Если бы мне Вот только что Не сказали Технические характеристики Я бы никогда Не сказал Что здесь Три цилиндра Во-первых Это не слышно По звуку Они не дребезжат А во-вторых Она очень бодренько едет 105 лошадиных сил Вполне Хватает Всего В новой Astra Несколько моторов Мощностью От 95 До 200 лошадиных сил Среди них И Дизельные И бензиновые Силовые Агрегаты Причем В Opel Говорят Что это Самые Современные Силовые Агрегаты И что все Моторы Абсолютно Новые Непонятно Только почему Если это Такие все Новые Моторы Почему Здесь Пятиступенчатая Механическая Коробка передач А не Шестиступенчатая Хотя В Гамме Есть и Шестиступенчатая А также Здесь Есть Шестиступенчатый Автомат У новой Opel Astra Матричные Светодиодные Фары Которые Сами Подстраиваются Под окружающую Обстановку Под погоду Под освещенность Они Не ослепляют Встречный Транспорт И Специально Для того Чтобы проверить Как эти Матричные Фары Работают В каждой В каждой Фаре По 8 Светодиодов Всего 16 И для того Чтобы не ослеплять Встречный Транспорт Они Отключаются Как будто бы Их Кто-то Закрывает Эта Конструкция В Украине Стоит 960 Евро Как опция И Мы Вот сейчас Как раз Выехали Специально На ночной Тест Для того Чтобы проверить На практике Как действительно Работают Эти матричные Фары Потому что Сами понимаете За 960 Евро Удовольствие Достаточно Дорогое И надо Знать Как оно Работает Но преимущество Тут есть Конечно Потому что Тут нечему Ломаться И они Фактически Вечные Тут просто Светодиоды Включаются И отключаются Никакой Механики Тут нет Вот Сами Светодиоды Тоже служат Достаточно Долго Вот мы Пытаемся Проверить Как они Работают Нас Предупредили Что на Дороге Могут Быть Звери Поэтому Едем Мы Аккуратно О И смотрим Вот нам Встречный Транспорт Посигналил Только Что О Вот видно Было Как вот Левая полоса Отключилась Не знаю Видно ли это На экране Но очень четко Видно Что когда Подъезжает К нам Встречный Автомобиль Отключается Левая фара А потом Они опять Включаются Вот включаются И отключаются Интересно Наш тест Нового Пилястра Продолжается В таком Прекрасном Месте В Венгрии Это почти Страна Хоббитов Тут Интересная Архитектура И мы По горам Ездим И тестируем Вот такие Вот Симпатичные Машинки Под названием Новый Опель Астра Мы сейчас Пересели В другую машину Мы ехали На Астре С Литровым Мотором Мощностью 105 лошадиных сил Трехцилиндровым И я должен сказать Что это Отличный мотор Ему хватает Тяги Мы разогнались На этой машине До скорости 190 км Час На автобане Нарушили Немножко Европейские правила Машина Едет Отлично И самое главное Что в отличие От других Трехцилиндровых моторов Абсолютно Не слышно Что там Три цилиндра Кажется Будто это Полноценный Четырехцилиндровый мотор Прекрасная Шумоизоляция Моторного Моторного Отсека Шумоизоляция Моторного Отсека В Астре Дает 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 Шумок В салоне Но Это Именно Шумок От дороги Что Будет На наших Дорогах Я не знаю Интересно Еще Так же Что В новой Астре Неплохая Подвеска Которая Все таки На мой Взгляд Немножко Жестковата Хотя Может быть Для наших Дорог Это Самое То И Благодаря Этому Она Прослужит Долго Для Украины Кроме Того Все Автомобили Будут Поставлять С пакетом Плохие Дороги Астра В 11 Поколении Имеет Достаточно Приличный Интерьер Салона Очень Симпатичный Вот Такая Приборная Панель Тут Есть Навигация Кондиционер Климат Контроль Точнее Автоматическая Коробка Передач Вот это Непонятная Штука Для Телефона Очень Смешно Выглядит Не знаю Зачем Это Придумали На руле Кнопки Управления Руль Регулируется По Высоте И по Вылету Что Очень Хорошо Оборотов Руля От упора До упора Ровно Три Управляется Астра Неплохо На ней Удобно И приятно Ездить По городу Места В салоне Тоже Достаточно Здесь Стало Примерно На 15 Миллиметров Больше места Сзади Чем В предыдущей Астре Хотя По размерам Астра Стало Примерно Настолько Меньше Сейчас Я покажу Сколько Места За настроенным Под меня Водительским Сидением Вот Я сел Сам За собой За настроенным Под себя Водительским Сидением И Отлично Помещаясь Вот у меня Расстояние От колена До Спинки Переднего Сидения Примерно Два Пальца Я должен Сказать Что Дизельная Машина Меня Немножко Разочаровал Я ожидал Что тут Будет Такая Тяга Такая Динамика Но С Автоматической Коробкой Передач Никакой Такой Сверхъестественной Тяги Или Динамики Нету Несмотря На то Что тут Мотор Целых 100 Киловатт Зато Потребление Топлива Потребление Дизеля Среднее На 100 Километров Всего Навсего 4,5 литра Вот за это Мы любим Дизель Если быть Абсолютно Точным У модели Астра Это не Одиннадцатая А пятое Поколение Первая Астра Появилась В 1991 Году И делали Ее тут В Венгрии На самом Деле Новую Астру Вполне Можно Назвать Первенцем Ведь Этот автомобиль Создавался С чистого Листа И сделан На новой Платформе Как любят Говорить В Опеле В Астре Скульптурный Артистизм Объединили С немецкой Точностью В Опеле Постарались В результате По отношению К одноклассникам Новая Астра Фактически Автомобиль Другого Класса Не случайно В рекламном Ролике Опеля Астра Нескромно Перепрыгивает Через ряд Мерседесов Ауди БМВ И Ягуаров Ведь У новинки Есть то Чего еще нет Во многих Моделях Премиальных Авто Например Умные Светодиодные Фары Которые Автоматически Подстраиваются Под окружающее Освещение И не слепят Водителей Встречных Машин Поэтому Если раньше Шутили Что рано Или поздно Все автомобили Превращаются В Опель То теперь Некоторым Премиальным Авто Остается Только мечтать Стать Опелем По уровню Оснащенности Новая Астра Отличный Автомобиль Но при том Премиальном Имидже Который Пытается Создать Для нее Опель Вполне Можно Было Не поскупиться На мягкий Пластик Для подоконников Не только Передних Но и Задних Дверей А моторы Комплектовать Модной И полезной Для экономии Топлива Системой Старт-стоп Хотя По большому Счету За те Деньги Которые За Астру Просят В Украине А это 15,5 тысяч Евро Покупатели Однозначно Получают Больше Того На что Обычно Рассчитывают За такую цену К тому же Астра Настоящий Немецкий Автомобиль Как бы Непривычно Это пока Не звучало Подписывайтесь На мой Видеоблог Читайте Мои тесты На автоконсалтинге И слушайте Мою программу Стельмагдасавто На радиовести И конечно Ставьте лайки